В минувшее воскресенье святейший патриарх Московский в Сеярусе Кирилл совершил божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту Блиспеределкино. Ивангельское чтение этого последнего воскресного дня перед праздником Богоявления было посвящено в первую очередь воспоминанию о крещении, которое совершал пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. И оно имеет отношение к тому, что принес сам Господь. А Христос, по слову того же пророка Иоанна Крестителя, пришел крестить не только водой, но и Духом своим святым. В своей проповеди святейший патриарх Кирилл объяснил, что это означает. Господь через погружение в воду крещаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во имя Троицы Святой, не просто освобождает от первородного греха, но и дает силы к тому, чтобы человек на своем жизненном пути имел возможность бороться с грехом и побеждать грех. Ничего подобного не было в Верхозаветном Крещении, в том, которое совершал пророк и предтеча и креститель Иоанн. Почему? Да потому что Дух Святый был низведен на рот человеческий, на последователей Господа и Спасителя, именно как результат Его крестной жертвы. В ответ на жертву, принесенную Спасителем за весь рот человеческих, и за всех, и за вся, Бог Отец посылает Святаго Духа, который живет и действует среди людей. Святой Дух распространяет свое влияние на весь мир в ответ на молитву и веру людей, но пребывает Святой Дух в общине верующих людей, то есть в Церкви Божьей. Сегодня мы говорим обо всем этом, вспоминая преподобного Серафима Саровского. И великий пример Святаго Преподобного Серафима Саровского и является таким чудом, когда Божественная благодать преодолевает и человеческую немощь, и человеческую болезнь, и сагбенный старец-схимник превращается в гиганта, обладавшего огромной силой Духа. Продолжение следует...